Ядро устало и оскандалилось Политика А. Куриный Класс Равно Галери Матлевью Равно Трю айтем проп Равно Имидж А. Куриный 18 апреля 4 ядро устало и оскандалилось как в одну минуту сделать из 152 депутатов 355, знает Единая Россия. У партии власти солидный опыт в совершении мгновенных превращений одной численности в другую, желаемую. Только на пленарке 16 апреля волшебникам не повезло, они были схвачены за руку. Посчитав минут за 7 до голосования по судьбоносным для единороссов законопроектам депутатов в зале, ЛДП Равицес. Иванов заявил, законопроекты не будут приняты, здесь всего 140 человек, а для принятия нужно как минимум 226 за. Обращаясь к единороссам, Иванов подчеркнул, если вы люди честные и порядочные и не станете голосовать за того парня, то принятие не получится. Ведущий заседания вице-спикер Единорос А.Д. Жуков спохватился и срочно по микрофону на всю Думу объявил, коллеги, кто рядом с залом, займите свои места. «Хороший призыв, Александр Дмитриевич, но уже поздно, вряд ли так быстро добегут две сотни отсутствующих», — иронически заметил коммуниста Куринный. Он же за секунду до голосования еще раз пересчитал поголовно всех находящихся в зале депутатов, оказалось, всего 152. Каково же было удивление, когда на табло высветилось, что за принятие в первом чтении каждого их трех законопроектов, о создании в Москве цифровых избирательных участков, о дистанционном голосовании и наделении избиркомов особыми полномочиями, проголосовало, за 331, против 22, КПРФ, воздержались два. В зале зашумели. Жуков изобразил невинное недоумение, что? Я что-то нарушил? Да? А вы уверены? Ну, пожалуйста, Куринный, скажите, что я нарушил. Куринный, по регламенту каждый голосует сам за себя, а в зале на момент голосования 152. Жуков, вы уверены? А если мы посчитаем и окажется другая цифра? Что будем делать? Давайте пересчитаем, — решительно ответил Куринный. Но Жуков тут же свернул заседание, — спасибо, коллеги, до завтра. Единороссы ринулись к выходу, испугавшись позорного для них пересчета. Но все и так поняли, что честные и порядочные — это не про них. А надо ли следовать законам, за которые голосовали мертвые души? А. Куринный так прокомментировал случившееся. Видимо, у «Единой России» не все в порядке с перспективами на будущих выборах, в частности, в предстоящий единый день голосования 8 сентября. Поэтому пускаются во все тяжкие, принимая законы, ограничивающие права и свободы граждан, возможности встреч депутатов с избирателями, распространения информации, включая законы о суверенном интернете. Теперь они принимают законы, влияющие на избирательную систему. Каждый раз перед очередным циклом выборов придумываются новые правила, и все на мельницу «Единой России». В этот раз, когда большинство скандалилось с голосованием, под видом прогрессивных новшеств принимаются законопроекты о дистанционном голосовании избирателей, фактически на Думу. Такой эксперимент пройдет апробацию в Москве на выборах в Мосгордуму. Ради того, как нам объясняют, чтобы людям было удобно, чтобы они могли выразить свое мнение. Но механизмы того, как это будет делаться, абсолютно непрозрачны. Избиркомы наделяются особыми полномочиями. Они будут сами определять порядок голосования, определение результатов, передачи информации. Но простые наблюдатели, представители от политических партий не получат никакого доступа к программному обеспечению, аппаратным комплексам. Это создает огромные риски фальсификации результатов. Но все будет скрыто от наблюдателей, которые никак не смогут проконтролировать численность. Смею предположить, что в условиях закрытой программной информационной системы вполне могут происходить манипуляции внутри, но опровергнуть потом полученные данные будет нельзя. По словам Куриного, Москва в сентябре станет центром эксперимента по выборам. Что это значит? Это возможность применения жесткого административного ресурса. За процессом голосования по-новому следить будет технически невозможно. Если сейчас человек в закрытой кабинке решает, за кого отдать голос, то по-новому может произойти так, что руководитель организации либо другое должностное лицо будет напрямую контролировать процесс голосования. Выбора избирателями, через гаджеты, компьютеры, мобильные устройства или непосредственно собрав людей под своим наблюдением принудить их проголосовать как надо. По наблюдениям Куриного, технологи партии власти вычислили, что прежние ресурсы по обеспечению и их побед исчерпаны. Административный ресурс в классическом варианте. Телевизору тратили прежнюю силу влияния на электорат. Требуются новые технологии. Они содержатся в законопроектах, которые таким скандальным путем единороссы проталкивали в Госдуме. Скандальность, по словам Куриного, началась с обсуждения законопроектов, которое было перенесено в конец заседания для того, чтобы в торопях, по-быстрому их принять без широкой дискуссии. Все три законопроекта объединили в один вопрос, хотя они совершенно разные. Мы, КПРФ, потребовали, чтобы каждый из документов рассматривался по отдельности. Последовало объяснение, что, мол, так решил Совет Госдумы. Думскому большинству, торопящемуся, как всегда, домой, удобнее было скопом все рассмотреть. Я так понимаю, что многие депутаты вообще не разобрались, что им подсунули. Но обсуждение все равно затянулось, большая часть депутатов зал покинула. К процедуре голосования по первому чтению этих хитрых трех законопроектов в зале было, я лично пересчитал, всего 149 человек, потом несколько человек подошло, уже было 152. А табло высветило совсем иной результат. Откуда людишки? Последовала команда, единороссы стали сбегаться со всех сторон, но по моим данным, я скрупулезно посчитал, пришло не более 25 человек. Как видим, с самого начала эти законопроекты проводились шулерскими методами. А на выборах эта тройка законов должна обеспечить Единой России победу на выборах всех уровней при непрозрачных механизмах информационной обработки данных в ходе голосования. Очень удивила позиция ЛДПР и справедливой России, которые должны быть заинтересованы в том, чтобы процедура голосования и по счету была открытой и честной. Но не ЛДПР в своем большинстве, исключение С. Иванов, несправедливая Россия, исключение О. Шейн, не стали голосовать против. Это их политический принцип. Когда их просят голосовать в общей струе, они соглашаются. Понятно, что, если три оппозиционных партии проголосуют против, это однозначно ставит под сомнение легитимность принятого решения, и в последующем будет много вопросов к результатам самих выборов. Но как бы там ни было, когда принятие законов начинается с фальсификации, что ждать от таких правовых актов дальше? Коммунисты решили взять все видеоматериалы и продолжить расследование процедуры скандального голосования. Единороссы сейчас притихли. Они, по сути, споткнулись о регламент, который сами же ввели в 2016 году, только личное голосование. За этим пристально следит восседающий в президиуме спикер В. В. Володин, особенно пристально он контролирует коммунистов, полагая, что именно за ними нужен глаз да глаз. А в скандальный вторник В. Володина в доме не было, он заседал в Совете Безопасности, вел заседание его зам Д. Жуков. Теперь говорят, был бы Володин, дисциплину не нарушили бы. Однако, журналист Игорь Яковенко обнаружил, что голос В. Володина может жить самостоятельной жизнью, вроде как нос коллежского ассессора Ковалева. Журналист обнаружил, что при принятии в Госдуме во втором чтении законопроекта о суверенном РУНИД, голос Володина отделился от хозяина, находившегося в то время в 800 километрах от охотного ряда, на Саратовщине, примчался в депутатский зал и нажал кнопку «За». Только так можно объяснить наличие личного голоса Володина в числе голосовавших. Таким образом, спикер тоже не лишен особенностей и способностей вольного голосования. Впереди у Госдумы еще много законотворческих будней. Какими еще волшебствами удивит нас Единая Россия со своими начальниками в фешенебельных кабинетах? Галина Платова